Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум Ильжи Александр, и это мой пельмеш, а это игра под названием Battle Cats, и мы её, в общем-то, сейчас будем проходить. И сразу скажу, что мне всё же удалось убить Крэйзи Манека и получить её в свою коллекцию. Пришлось на это потратить несколько попыток вне записи, но всё же с помощью Парижкетов мне... 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 Мне повезло, и я всё же её уничтожил. И сейчас я вам её покажу. Находится она в специальных катах, только вот я не знаю, есть ли смысл её использовать, и вообще буду ли я её когда-нибудь использовать. Так-с, давайте её найдём. Вот она, Крэйзи Манека, давайте её активируем. И, друзья, я ещё подкрывал несколько капсул, из которых мне выпал довольно интересный код, к которому я давно приглядывался. Находится он у нас здесь, и он выглядит у нас... Он выглядит у нас вот таким вот образом, называется... Где она? А где она? Что-то я найти её не могу, подождите, походу я пропустил. Называется она Варгот Кеншин. Я её уже прокачал, разумеется, и она эффективно получается против чёрных. Что ж, я сразу возьму её в свою бригаду, мне хочется её потестировать, посмотреть, как она будет показывать себя в бою. Ну а проходить я буду уровень вот этот, потому что здесь я смогу получить истинную форму Мистера Кэта. Если вы помните, это такой маленький бегающий человечек с оружием. Не знаю, буду ли я использовать его, но пускай этот код у меня будет, я стараюсь котов не пропускать. Что ж, уровень у нас сложности здесь эксперт, разумеется, я использую все свои бонусы, и начинаю битву с производства огромного количества... Эммм... Джанкши Кэтов, да. Это 100% неправильное произношение, но называю я их так. Чё-то я их в последнее время не использовал, хотя они довольно крутые. Так, подожди, не поворачивайся. Ну и разумеется, сейчас... Пёсики! Пёсики, стенки пошли! Ха, ура! Вот только сейчас их заметил. Ура, классно, классно выглядите! Блин, какие же вы крутые! Окей, вот решили брать пример с моих котов. Решили брать пример с моих крутых котов, которых я, между прочим, сейчас даже и не использую. Чуть мне их Джанкши конравится. И, в общем-то, вот она. Я видел её в первой форме. И в первой форме, по-моему, она выглядит немножечко симпатичнее. Ладно, давайте посмотрим на её атаку, как она будет атаковать, и... Боу, прикольно! Знаете, чё я подумал? Наверное, без своего мотоцикла она выглядела бы покруче. А вот, кстати, и Мистер Кэт, которого я сейчас пытаюсь добыть. Я ещё взял с собой драконов. Они у меня довольно сильно прокачаны. Аж до 50-го левела. Это мой самый вкачанный кот. Ну, если брать по левелам. И я подумал, почему я его не использую? Давайте его использовать. Хотя, чё-то он особо никогда себя и не оправдывал. Ладненько. Сражение началось. Котов, вражеских мистеров котов появляется много. И в качестве оружия они больше используют не М16. Они используют у нас какие-то непонятные то ли базуки, то ли перчатки. Перчатка-базуки. Жёстко, жёстко. Их фишка в том, что они довольно быстро перемещаются. Ну, по крайней мере, чуваки с автоматами, они реально бегали быстро. И убить я их не могу. Чё-то я не могу их пробить. Их много, значит, ХП у них должно быть мало. Это же логично. Наверное. Что ж, ну, будем пытаться убивать, будем пытаться убивать. А потом я хочу пойти, проходить, начать всё-таки легенду. Историю легенд. Потому что, говорят, там очень крутые левелы. А я, типа, их не прохожу. И трачу время порой совсем не на то, на что нужно. Будем проходить, друзья. Просто я думал, это, типа, не особо весело будет проходить эти левелы. Скорее всего, их все прошли уже. И всё в этом духе. А котов таких, может быть, у кого-то и нету. Может быть, котов таких у кого-то и нету. Которых я пытаюсь добыть. Там истинные формы, вот эти вот. Крейзи все и прочее, прочее, прочее. Ещё надо мэнников получить. Но пока что-то у меня с этим не особо везёт. Ладно, уровень, я думаю, пройден. И мне по-любому сразу дадут истинную форму этого кота. Не придётся тратить время и двигаться дальше. Так что эта трепость ломается. Мне она не нравится. Я её хотел бы уничтожить в любом случае. И мистер Труформа у нас появляется. Конечно, использовать я его сейчас не буду. Так, что у нас ещё за левелы имеются? У нас есть... У нас есть Бэт Туо... Кинг Вахвах. Но чё-то вот, честно скажу, я пока, мне кажется, не особо готов к этому левелу. Там вот эта мышь с её псами, которые на карете. И она жёстко бьёт. Она большая площадь. Я не понимаю пока. У меня, видимо, недостаточно вкачаны коты. Потому что я смотрел видосы, как убивают его. Я использовал тех же самых котов, и у меня ничего не вышло. Вообще, то есть, они у меня умирали с одного удара. В видосах там они не умирали. Значит, они прокачаны больше. И других выводов я сделать не могу. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Есть ещё левел под названием Бэт Ту Борс. Давайте пойдём сюда. Наверняка здесь могут тоже что-то интересное дать. Надеюсь. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Поехали. Бонусов я лишаться не хочу. К тому же, если уровень не пройден, почему бы его не пройти? Хотя, если я хотел же идти в историю легенд. Ой. Ой-ой-ой. Обычные человечки решили пойти в бой. Ну, давайте, ну, давайте посражаемся. В последнее время я сражался с джедаями. Такими, как вы. Вы выглядели классно. Блин, я хочу таких же котов себе в компанию. Маленькие. Оу! Так, тихо. Воу-воу-воу. Подожди, подожди, подожди. Чё-то ты подожди. Вот мне кто... Вот этот парень мне нужен. Он, по идее, с тобой сейчас будет неплохо сражаться. У него тоже вон красная повязка на шее. Повязана. Или на голове. На шее, да. У котика на шее. И он охрененно сдерживает таких больших здоровяков, как ты. А у него маленькие ножки. Слушайте, он так нелепо выглядит своими маленькими ножками. Я даже раньше ноги-то его и не замечал. Ну, я имею в виду вот этого босса. Какие они маленькие. Черт возьми, по сравнению с руками, так вообще. Ладно, хорошо. Бьёмся, сражаемся. Вроде пока получается неплохо. Бьёт он по одному всего лишь моему коту. Вон у меня кот-машина. Нехерово так сдерживает его натиск. А так его пробить меня не могут. Я строю ещё драконов. И... Ну, дракон же ведь не умрёт сейчас сразу же. А то, сколько я драконов не строил, они всегда погибали практически сразу, не успевая даже нанести дэмэджи. Хотя дэмэджа у них вроде довольно немало. Да и к тому же бьёт он далеко. По крайней мере, по сравнению с другими котами. Так, у нас тут ещё и красная голова. Здесь не хватает метамки, конечно. Метамочка бы здесь прям зашла бы хорошо. Хотя и коса Джиза вместе с кот-машиной неслабо всё равно умудряются сдерживать противника. А вон мы уже отдодвинули его практически до базы. О, одного даже убили. Ой. Ой, не того построил. Ой, не того построил. А хотя тут уже какая разница? Строй, не строй. И строй любого. Всё равно победа в кармане у меня уже. Оу! Я так и знал. Я не знал. Я уже думал... Я прям вот... Я чувствовал, что что-то тут не так. Но я был уверен, что победа в кармане. Ну, видимо... Ошибка моя будет стоить мне жизни. Хотя не знаю, будет ли стоить. Строим всех подряд. Ещё одна кот-машина. Нам нужно больше обычных котов, чтобы зарабатывать деньги. Так, 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 так. Чё-то, чё-то, чё-то больно. А чё так больно-то? Слушайте, а чё так больно-то? Он ворвался. И метама его даже ни разу не замедлила вроде бы. Так, так, так. Это что-то никуда не годится. По идее, не должно было быть так. Чё-то пошло явно тут не по плану. О-о-о-окей. Окей. Окей, погоди. Эм... Окей. Ну... Ну, окей. Ладно, что-то как-то... Вау-вау-вау. Кто бы мог подумать, что всё закончится так плохо? Кто это так жёстко? Не вы, что это циклон так больно сделал моим котам? Либо уберы мои были бы уже пострадавшие? Либо я вообще просто не могу понять, что случилось. Слишком жёстко. Вообще. До метамы, видимо, добрались слишком рано. Давайте бьём. Метамонька, давай, замораживай. Замораживай. Замедляй точнее. О, всё. Дело пошло. Дело пошло. Значит, должны справляться. Фух. Главное к базе, чтобы он не подкрался. Блин, больше никого строить. Все построены уже. Вот он стоит на месте. Особо и не двигается. Потому что метама как бы свой вклад вносит. Ну, молодец метама. Давайте всей бригадой бьём его. Блин, демеджа, конечно, у этих циклонов просто какое-то невероятное количество. И если он относится к летающим, у меня есть один очень интересный парень, который... Жесть. Который очень классно сражается с летающими. Можно ли этот циклонов отнести к разряду летающих? Хотя ладно, 15% хп, банок дофига. Мне не жалко. Сейчас убьём и забудем про него уже навсегда. Пошёл он. Пошёл он. Пошёл он. Ещё нервы на него свои таратить. Сейчас справимся. Хп у него немного. Тут понимаете, в чём дело? Очень маленький, короткий уровень. Это, конечно, сильно мешает. Это создаёт некоторые неудобства. Он слишком быстро доходит до базы. У меня нет пространства для разгона. То есть сразу все коты погибают, как выходят, если он оказывается рядом. Он... Нереальная скорость. Это самый быстро атакующий враг в игре, насколько я знаю. Ну, циклоны в целом, да? Может быть, этот циклон не самый быстрый, но... Циклоны вообще бьют быстро. Быстро и больно. Больно и быстро. Такс, окей. Окей, 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 окей. База почти... Почти... Ещё она даже и не начиналась разрушаться. Ладно. Драконы что-то меня опять пока особо не радуют. Может быть, они мало вкачаны. Может быть, их нужно вкачать до левела сотого. Тогда они будут прям реально жёсткие. А у меня коты эти не вкачаны. Вот в чём, понимаете, дело. Такс, ладненько, ладненько, ладненько. Всё, база начинает разрушаться. Как я и говорил, всё идёт по плану. Денег у меня дохрена. Потратить я не могу их ни хрена. Салонка эта, слушайте, парижка эта. Надо брать с собой почаще. Оказались они реально с приятными ребятами. Такс. Но, возможно, даже в следующий раз я их и возьму. Окей, база разрушена. У нас тут Виктория, по всей видимости. Дали трэшер радар, трясать еды и дом парадайз. Слушайте, тут у нас какой-то челлендж образовался, да? Так, так, так. Я не знаю, кто там будет. Слушайте, я не знаю. Дум, типа... Странно. Давайте попробуем, давайте попробуем. Продолжений тут не будет. Бонусы наши тоже не активированы. Поэтому, я думаю, как можно раньше нужно построить каких-нибудь серьёзных ребят. И... Блин, я не знаю. Давайте построим одного кота просто для того, чтобы пока сдерживать противника. И один кассаджиза тут не помешает, конечно. Ой! Я-я-я-я-я! Так, 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 так. Чё-то, чё-то жёстко-то! Я думал, не так рано выйдет враг. Я думал, типа, подкопить немного денег. И мы бы уже хотя бы хоть как-то что-то могли бы. А тут что-то совсем уж прямо жёстко. Нет денег. Нет денег, нет денег. Надо было раньше вызывать своих котов. Мы бы противника задержали, но он, в общем-то, не такой уж и жёсткий. Хотя там по любасу появятся, друзья, знаете чё? Заклон. В прошлый раз тоже был сначала этот демон. Потом вылез циклон. И началась, друзья мои, жаришка. Здесь, скорее всего, будет то же самое. Правда, вот я не за отбанки и не смогу продолжить левел, скорее всего. Ну, смотрите, мы обычными котами с ним бы справились, да? Если бы только он был бы. Ну, конечно, сейчас ещё камень дичь вылезет. Вот прямо вот. Я боюсь подходить к кражеской базе и начну её атаковать. И обязательно что-нибудь да выпрыгнет. И вот в этом-то большая проблема. Тут по-другому и нельзя. Либо ты строишь и побеждаешь этого чувака. Или бы ты вообще ничего не строишь и проигрываешь потом по любасу. Так, настроили котов. Вроде пока нормально. А вот циклон. Ой, чёрный циклон. У меня есть дамочка против чёрных. Офигенно моя. Новенькая. А я, подождите, а я, подождите. А денег на неё-то не хватает-то? Ладно, бьёмся. Вот и она. Посмотрим, как она будет показывать себя с чернышами. Ой, но циклон чёрный довольно слабый, да? Он по сравнению с красным его отбрасывают у нас во всё. И как бы пока сражаемся. Демон пытается что-то делать, но демона... Ой, так нормально. Чёрный циклон вообще прям мне не... Сейчас он умрёт, думаю, скоро. Так, я не вижу, как атакует там моя дамочка на мотоцикле на этом летающем на байке. Или что это у неё такое? И не могу понять её силу. Ну, вроде неплохо. Давай. Давай-давай-давай. Стреляй. Бэмс, хорош. Она отбрасывает его нихреново так. Прям реально жёстко отбрасывает. Чё там по уберам? Оп, оп, оп. Давай, циклон. Главное убить циклона, а дальше будет... Давай-давай-давай-давай. Бэмс, хорош. Да, она его просто-напросто отбрасывает. Главное, чтобы она сейчас не погибла. Живи. Отлично. Потом атакует Метама, но Метама почему-то в этот раз не особо-то и хочет замедлять врага. Блин, если бы не эта чёрная дама на мотоцикле, мы бы уже скорее всего бы проиграли, потому что циклон бы добрался до меня. И была бы большая беда. Беды не избежать. Так, снова. Вроде разогнал. Ой, так нормально. Ха-ха. Блин, она классная. Она реально не слабо отбрасывает. Этот урень чисто мы забираем в свою копилку сразу. Благодаря ей. Она офигенная. Она вот именно появилась у меня тогда, когда она была нужна. Это просто сами... Вы знаете, наверное, почему это делается? Челленджи подгоняют под котов, которых можно сейчас добыть в капсуле. Эпик от фрукт далее. А в капсуле как раз можно добыть именно её и ещё нескольких. Ну, классно, классно, классно. Жаль, награда не такая уж и крутая. Хотелось бы награду получше получить. Что там со вторым дименшином? Нужно пройти космос, да? Ну, а пошлите пройдём вместе с вами несколько космических уровней опять, да? Почему бы и нет? Получим несколько сокровищ, пока награда у меня есть. 22 сокровища у меня. Нужно ещё 26. Охренеть. 26 уровней надо пройти. Всё, никак руки, друзья, не дойдут. Простите. Ну, давайте по порядку. Так, здесь у нас все сокровища собраны золотые. Далее нам сокровища понадобятся на Сириусе. На Сириусе. Поехали, пройдём Сириус. Потом пойдём на Вегу. И потихонечку, полигонечку доберёмся, доберёмся, доберёмся и до Биг Бенга. Даже доберёмся до Биг Бенга. Надо придумать какую-нибудь стратегию, по которой я бы смог как можно быстрее проходить эти левелы. Хотя, получая сокровища, знаете что, я получая сокровища, я постепенно улучшаюсь, 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 улучшаюсь. Становлюсь сильнее, 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 и уровни становятся проще. С некоторыми уровнями у меня реально были проблемы в космосе. Хотя я всё равно смог все пройти, потому что не было сокровища. Мои коты не были усилены против вот этих вот ребят. Сейчас они будут усилены. Что не может, в общем-то, не радовать. Так, у них тут барьеры, точно, нужно взять кого-нибудь, хотя у этого парня барьера нет. Надо набрать котов, которые будут пробивать барьеры, потому что в этих космических уровнях много ребят с барьерами. Чёрт, они ещё постоянно телепортируют. Какие же мерзкие скиллы у противника появились, вот эта телепортация. Особенно учитывая, что некоторых котов они телепортируют постоянно, а некоторых они вообще тупо не замечают. Даже, несмотря на то, что у них нету бонуса на блок телепортации. Просто есть бонус на блок телепортации. А они телепортируют тут именно избранных. Они знают, кого телепортировать, кого наилучше образом это сделать и доставить как можно больше неприятностей. Ладно, давайте, добьём уже, добьём, добьём. У нас скопилось много котов, давайте построим тебя, тебя, тебя. На тебя не хватило денег, да жаль. Strike unit, strike unit. Есть ли у него, интересно, истинная форма или нет? Блин, у него хвост ещё классный. Зачем, правда, роботу хвост, непонятно. Возможно, там какой-то радар на хвосту установлен. Чё-то его знает. Ну, выглядит круто, блин. Как минимум, выглядит strike unit круто. Так, ну чё? Чё там по хп у тебя, брат мой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Живёшь, 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 живёшь. Жаль, что здесь ограничения сейчас по количеству котов. Мне это не нравится, мне не устраивает этот хрень. От чего это зависит? Это даже никогда не пишут. Это даже никогда не пишут, сколько котов можно построить в том или ином уровне. Никогда такого нет. Ладно, не буду строить тогда слабых, буду строить только мощных. Почему бы нет? А хотя тут уже без разницы, строй кого хочешь. Всё равно, всё равно уровень пройден. 175 тысяч хп у базы. Это сущая ерунда, это мелочь. Так, выстрелила из глаза. База вражеская сломлена. И постепенно мы доберёмся до Биг Бэнга и обязательно его пройдём. О, Биг Дог, спасибо. Ну а пока, друзья, на этом всё. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, всем удачи, всем пока. Можете ещё и лайк поставить, если вам не сложно. Как хотите. Спасибо большое. Покедова.